Привет, меня зовут Эрван Либритон, я творческий директор по Might and Magic компании Ubisoft. Расскажи нам, пожалуйста, немного об игре. Итак, король пошаговых стратегий вернулся. Седьмая часть героев Меча и Магии — новый продукт в серии, разработанная с нуля дань уважения давним фанатам серии. Мы просим игроков заходить на сайт и разговаривать там с разработчиками, говорить, что они хотят видеть в игре. Мы устраиваем голосование по основным ее особенностям. Например, здесь, на Игромире, мы объявили финальное голосование за выбор шестой фракции в игре. Это будет или Инферно, то есть демоны, или подземелья и темные эльфы. Выбор сделает сообщество. Но выбрать можно и многое другое, помимо шестой фракции. Для этого надо зайти на сайт mmh7.com, зарегистрироваться там, вступить в беседу с разработчиками игры немецкой студии Limbic Entertainment, ну или с парнями из Ubisoft вроде меня. Сообщество является ключевой частью Меча и Магии, особенно в том, что касается героев. У нас одно из самых активных сообществ среди всех игр Ubisoft. Не скажу, что самое большое, есть же еще Assassin's Creed и иже с ним, но точно самое активное, если судить по доле людей, в общем числе игроков, которые ежедневно оставляют нам свои отзывы. Русские игроки, кстати, чрезвычайно активны, и это одно из сильнейших сообществ, поэтому мы приезжаем каждый год на Игромир. Нам важно оставаться на связи с вами. Не мог бы ты рассказать об области контроля? Область контроля? Окей. Речь идет об одной из инноваций шестых героев, которую мы вводим снова. Система будет переделана и перенастроена по итогам наших бесед с сообществом, которые все еще идут и идут. Началось это все с VIP-клубов. 30 лидеров игрового сообщества, которые с самого первого дня разработки седьмых героев были в прямом диалоге с нами. Но вот после Gamescom, что было тем летом, число игроков, которые на сайте обсуждают с нами разные фишки игры, увеличилось до 50 тысяч. Среди таких фишек и область контроля. Как только игроки узнают о ее особенностях, они смогут поделиться своим мнением и, конечно, опробовать эту систему в бета-тесте игры. В седьмых героях мы используем новую технологию — движок Unreal Engine 3. Он позволяет нам добиться прекрасных эффектов погоды и отражений и всего прочего в этом роде. Это очень мощный инструмент. Мы работаем над этим, создаем для сообщества инструментарий, которые игроки смогут использовать для производства своих карт. Имеющиеся средства позволяют внедрять интерактивные секвенции на приключенческой карте. Вы уже могли кое-что заметить на видео-демо-версии. Это может быть лавина, возможность разрушить мост, вывести воду из озера и затопить ею пещеру. Таких событий будет немало в одиночной кампании. Им найдется место и на парочке карт для Скирмиша. Я надеюсь, игроки, разрабатывающие свои собственные моды, также будут создавать запоминающиеся секвенции на своих картах. Конечно же, в игре остался ставший уже классикой этой серии подземный уровень. На поверхности у вас приключенческая карта, но можно спуститься под землю, чтобы разгадать их загадки или исследовать подземелья, полные чудовищных созданий и страшных артефактов. Подземелья будут частью системы координат. Одна из основных инноваций в седьмых героях затрагивает дизайн боевых карт. У нас будет много разных раскладок, которые в зависимости от вашего стиля игры и выглядеть, и играться будут по-разному. На некоторых картах основным заданием будет защитить определенную зону, а не просто убить всех врагов. Карты будут различаться топографически, некоторые будут обычными, большими и квадратными, другие — узкими, третьи похожи на лабиринты с препятствиями. На таких картах преимущество получат змеи и летающие твари. Мы добавим еще две функции, от которых игра станет интереснее. Первая — система укрытий, улучшенная формула шестых героев. Она позволяет укрыться от дистанционных атак за каким-нибудь препятствием. Другая — обход с флангов. Эту фишку мы хотели ввести еще в шестых героев, она есть в онлайн-игре и будет в седьмой части. Можно будет обойти существо и атаковать его сзади или сбоку, что даст бонус к урону. Такое кажется естественным в других тактических играх, а вот в серии героев ничего подобного еще не было. Расскажите о системе инициатив. У нас будет панель инициативы, с которой вы уже знакомы. Она пришла из пятых и шестых героев, но мы еще думаем, какого рода инициативу мы внедрим в игру. Это может быть система третьих героев, где один ход — это один ход. Каждое существо совершает лишь одно действие за ход, а герой не отображается на панели инициативы. А может быть, мы введем систему из пятых героев, где важно, кто ходит первым, где присутствуют своего рода очки боя, где существа могут совершать по два-три действия за ход, а герой отображается на панели инициативы. У каждой системы есть свои плюсы и свои поклонники, так что мы еще будем обсуждать это с сообществом по мере разработки. Расскажите о пополнениях войск. Мы добавили в формулу игры особую опцию для разработчиков и сценаристов, которая заключается в создании кат-сцен на боевых картах. Например, в ходе кампании у вас может случиться такое, что вы ведете битву, и вот уже почти победили, и вдруг игра показывает кат-сцену, враг призывает себе на помощь мощных тварей, которые обрушиваются на карту и встают на его сторону. Сюрприз мазафака. В этом чувствуется дух старых игрушек, где можно было призвать мощную тварь, которая обрушивалась на карту и начинала атаковать всех, и вся в этом-то вся идея. Это основная идея behind it. К примеру, рыцари света полагаются на мораль, у них все связано с моралью, они получают от нее больше преимуществ, чем другие фракции. Они легче зарабатывают мораль и менее охотно с ней расстаются. В этом заключается тактическое преимущество, которым нужно пользоваться, если вы хотите, чтобы Альянс света показал себя с лучшей стороны. У некромантов, очевидно, будет способность воскрешать мертвецов. Герои-некроманты смогут поднимать свои войска из мертвых, а при достаточной силе еще и вражеские. Так что у каждой фракции свои особенности, вокруг которых строится игра, свои способности существ. У разработчиков седьмых героев было твердое мнение касательно того, какими должны быть существа. Все они должны быть уникальны и отличаться друг от друга. Например, одно существо может обладать большим запасом здоровья и сильной защитой. Оно будет как танк, которого трудно убить, но при этом у него будет маленькая скорость и низкий урон, а способности больше ориентированы на защиту и поддержку. Другое существо — быстрый летун, возможно, умеющий наносить огромный урон, но при этом очень хлипкий. Во многом зависит это и от фракции. У некоторых лучшие способности к разрушению, у других — к защите, а третьи просто двигаются быстро. Так что в зависимости от карты, заданий и вражеской фракции у игрока может быть серьезное преимущество. Ну, или он может начать битву в весьма невыгодном положении. Мы пересмотрели систему способностей для седьмых героев. Ключевая идея в том, чтобы вернуться назад к временам, когда способности были отделены от заклинаний. Мы попытались объединить их в шестых героях, но сообщество осталось недовольно, да и мы тоже. Так что в седьмых героях способности будут снова отделены от заклинаний. Игрок получает способности при прокачке, у него будут очки, которые он тратит на выбор способностей, так что никаких случайных факторов здесь нет. А вот заклинания можно будет находить в артефактах, например, в сундуках, или в заданиях вроде Тайной библиотеки, где вы бесплатно получаете случайное задание, и вы никогда не знаете, какое именно. Но большей частью заклинания будут изучаться в собственном городе, где нужно построить гильдию магов, постоянно улучшать ее, повышать ее уровень, и тогда она также будет обучать игрока случайным заклинаниям. Они в некоторой степени зависят от фракции. Играя за Альянс Света, вы не изучите темные магии, ведь она не предназначена для светлых рыцарей. Простите, ребята, но такое колдунство вам по роду не положено. Но если отлечься от этого, изучение заклинаний будет идти в случайном порядке. Ну да, возможно, вы правы разработкой седьмых героев велась с нуля. Цель была создать лучшую игру в серии, собрав в ней все самое крутое из предыдущих игр. Так что мы не пытались воплотить какие-то безумные инновации или совершить революцию, нет. Мы искали в предыдущих играх то, что нравилось нам как разработчикам. Так что в седьмой части могут быть фишки из третьей, четвертой, пятой, шестой. Мы также интересовались мнениями игроков. Поначалу это был VIP-клуб, как я уже говорил, а сейчас все больше и больше фанатов регистрируются на сайте, чтобы сказать нам, окей, мы хотим, чтобы в игре было это и вот это, потому что так было в третьих или четвертых героях, и нам это нравится. Мы хотим, чтобы игра, когда она выйдет, была частично создана самими игроками, чтобы в этом приняли участие те люди, которые вели диалог с нами в ходе почти всей разработки. До релиза еще целый год, так что работы нам предстоит немало. Если хотите выразить свое мнение, зайдите на сайт и скажите, чего вы хотите от седьмых героев. И если я вам понравился, и вы действительно жаждете поиграть в еще одну часть героев, подождите еще пару месяцев до бета-теста, а когда он начнется, попробуйте седьмую часть, насладитесь ею и поделитесь с нами вашим мнением о ней. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.